События российского масштаба в Москве в Манеже прошел 13-й съезд единороссов. Два дня заседаний, более трех тысяч участников. И главный вопрос, какое будущее ожидает партию большинства? В столице побывала и наша съемочная группа, репортаж Юлии Матвеевой. Партия власти — стопроцентная перезагрузка. Так, в нескольких словах можно передать суть двух дней съезда. Три дискуссионные площадки и три тысячи участников, среди которых делегаты из регионов, более полутора тысяч гостей и представители 30 иностранных делегаций. Горячо не только на съезде, но и здесь, в пресс-центре. Несколько сотен журналистов, операторов, фотографов, представителей всех регионов страны, от Калининграда до Владивостока. Такое событие пропустить нельзя, ведь по сути от этого съезда зависит развитие политической системы в целом. В работе дискуссионных площадок принял участие Дмитрий Медведев. Наша высшая амбиция заключается только в одном — чтобы наша страна жила нормальной жизнью, развивалась, была сильным, эффективным государством. Вот наша общая цель. Предложение премьера. Первое — выборность руководителей всех зрений. Второе — выдвижение кандидатур в Госдуму и региональные законодательные собрания на альтернативной основе путем открытого обсуждения. Также Медведев предложил установить единые сроки полномочий — пять лет для партийных руководителей всех уровней. В Генеральном совете и в региональных полицоветах, и тем более в местных, должна быть квота для руководителей первичных отделений. Ведь зачастую за таким громадьем дел мы забываем о самых насущных вопросах. И, наверное, зачастую забываем и о первичных отделениях. А именно там происходит вся жизнь. Кроме того, премьер предложил ввести ежегодные отчеты руководителей отделений, а также принцип ротации. Партия должна быть более открытой. А главное — защищать интересы простого человека. Очень часто пока люди считают, что власть и народ живут в разных плоскостях и не пересекают. Или, скажем, думы, депутаты нужны только для того, чтобы кнопки нажимать. Мне вот кажется, то, что предложено сегодня, позволит сделать так, чтобы у людей это мнение изменилось. В числе делегатов съезда было и пятеро курян, представители самых разных профессий, от фермера до директора школы. По приезду, я думаю, что первое, что я должен сделать, это пообщаться со всеми руководителями нашего, скажем, железногорского отделения, передать вот эту, скажем, информацию, чтобы они тоже были как бы в курсе. Ну и, соответственно, стараться делать все возможное для того, чтобы сказанное притворялось в жизнь. Главный вопрос пленарного заседания, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, это кадры. Центральная тема всего съезда – выборы председателя партии большинства. Интриги не получилось. Пост занял Дмитрий Медведев. На мой взгляд, это разумно, созвучно с теми традициями, которые есть в парламентских державах иных стран. В иных странах, точнее, поэтому ничего, надеюсь, нового, кроме усиления конкуренции, и, как следствие, нашей жизнеспособности, усиления не произойдет. Медведев заявил, что намерен привлечь в партию как можно больше молодежи, в том числе через интернет. Для этого будет создан проект «Электронная партия» с открытыми референдумами и обсуждениями. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, Телеканал СИИ.